13 сентября 2015 года в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре проходил первый международный фестиваль колокольного искусства «Невские звоны». Даже еще Святка Завета. Всегда богослужение сопровождалось музыкой. Колокол – это действительно музыкальный инструмент, тем более, что если он собран, такое своеобразное колокольное пианино, когда каждый колоколь отвечает своей ноте, и особенно, если они подобраны, хорошо и звучат общим аккордом. Наша колокольная особенная, она начиналась не с большого колокола, она начиналась с малых колоколов. Это как бы несколько против неких правил сложившихся, но, слава Богу, наши мастера подогнали так и подобрали такие колокола. С трех мест свозили колокола. Конечно, хотелось бы, чтобы их услышали, потому что это действительно призыв на молитву. Наш фестиваль с первого года стал действительно международным. И, конечно, этому способствовал наш международный центр колокольного звона, который базируется в Александровской лавре. Ну вот, видите, и первый призыв на молитву. Так что, с Богом! В старейшем монастыре Санкт-Петербурга на возрожденной звоннице Свято-Троицкого собора демонстрировали свое искусство лучшие звонари России, Финляндии, Молдовы, Литвы, Белоруссии, Эстонии и Украины. Александра Невская лавра – святыня нашего Отечества. Здесь пребывают честные мощи защитника земли русской, ревнителя веры православной, святого благоверного князя Александра Невского. История монастыря побрала в себя много славных этагических страниц. Сегодня преображенная и возрождаемая лавра вновь становится духовным центром России. Колокольный фестиваль, проходивший под ее сводами, собрал участников и гостей из разных уголков мира. Когда лавра Александра Невская основывалась, император Петр пригласил киевских монахов для жительства в лавре. Сказал владыка-наместник, что преемственность лавр от вашей, говорит, к нашей. И я сегодня первым звоном открывал фестиваль колокольного звона. 12 сентября – день перенесения честных мощей благоверного князя Александра Невского из Владимира в строящуюся столицу российского государства, Санкт-Петербург. Для города на Неве этот день был и остается всенародным праздником. Звонари фестиваля участвовали в общегородском праздничном крестном ходе и торжествах в честь небесного покровителя северной столицы, святого благоверного и великого князя Александра Невского. Колокола раньше называли голосом церкви. И, конечно, по таким торжественным дням, а сегодня особый день, день Александра Невского, конечно же, колокола должны звучать. И сегодня они, более того, сочетаются еще и с новой традицией, возрожденной традицией, Невским крестным ходом. Колокол – символ объединяющий очень. Колокольный звон – это же не просто музыкальный инструмент, это символ духовного возрождения, единения людей. Потому что самые лучшие эмоции и чувства возникают у людей, которые звонят в колокола и слушают колокольный звон. Радость, такое ощущение вечности. Здесь только может быть единство, на этой высоте, скажем так. А все разъединения, я думаю, что удастся с Божьей помощью преодолеть, ведь колокола еще имеют и духовную силу объединяющую. Не просто тех, кто звонит в колокола или кто пришел послушать их звон. Даже во время освящения колоколов им дается особая благодатная сила. Поэтому я думаю, что, как и любая святыня, с Божьей помощью, и такие фестивали церковные, как наш фестиваль колокольного звона «Невские звоны», будут служить этой целью объединения всех людей. Через 10 лет после основания Петербурга Петр I закладывает монастырь. Сам выбирает имя покровителя, кому посвящает эту обитель. Александр Невский, тот, который сам сражался на этих берегах в Усть-Ижоре, угодник Божий, бывший постоянным хранителем всего края при своей жизни, остается самым надежным покровителем и защитником его и по своей праведной кончине. Наша маленькая делегация приехала из Финляндии. Члены нашего прихода организовали общество по возрождению колокольного звона на финляндской земле. И начала работать у нас финляндская школа колокольного звона. Поэтому мы надеемся, что вот такой православный мост, который не имеет границ, он как раз и позволит почувствовать всю ту атмосферу, которую мы ощущали сегодня и в Финляндии, и во всех уголках нашего земного шара, потому что православию нет границ. И мы очень рады, что как раз первые наши шаги позволили нам принять участие в фестивальной программе. Я очень рад, что Александра Невская Лавра обрела свой голос. Это вклад не только в духовность, но и в культуру города. Лавра зазвучала. Вот я этому рад, что Лавра звучит, что у нее свой голос, и что она действительно постановится духовным центром, сердцем Петербурга. Приходишь здесь кого-нибудь, встретишь, здесь помолишься, благоверную князю Александру Невскому, который тоже любил колокольные звоны. В рамках колокольного фестиваля также прошел концерт известных исполнителей духовных, народных и патриотических музыкальных произведений. В эти праздничные дни в Александра Невскую Лавру собиралось много петербуржцев, чтобы услышать духовную музыку, насладиться колокольным звоном. Смысл таких фестивалей не соревновательный. Это, в общем, представление разных традиций колокольного звона разных регионов, особенности, свойственные разным мелодическим рисункам. И вот звонарь, он о чем-то рассказывает, и внутри вот этого вот рассказа он вплетает свои импровизации еще. Представление-то радуга звуков, вот эта палитра. Съехались люди, они там вот развивались, в своем соку, там здесь, в этом. И вот у них вот выработались разные мелодические рисунки такие. И мы вот можем это услышать, а надо же, вот они вот там вот исполняют это вот в таком ракурсе, да, а мы вот это в таком. И вот это вот такое, скажем, все-таки общение, внутризвонарское общение. И вот, слава богу, здесь звучит колокольный лавр. В прошлом году лавра закончила воссоздание своей исторической звонницы, которой в этом году исполняется 225 лет. На сегодняшний день полный колокольный ансамбль составляют 15 колоколов общим весом более 30 тонн. Это один из лучших колокольных наборов не только в Петербурге, но и во всей России. Когда звонари выступали на колокольне собора, на большой экран проецировалось изображение. Зрители могли видеть звонаря и следить за его движениями. СУЗДАЛЬСКАЯ ТРАДИЦИЯ Ростовская, она все равно в чем-то перекликается. Чем-то, конечно, есть какие-то свои особенности. Где-то быстрее звонят, где-то чуть медленнее, где-то больше зазвоны, где-то, наоборот, больше благовестника звучит в звоне и так далее. Но в целом, изюминку, наверное, звона придает именно сам звонарь. Что у него на душе лежит, как он хочет сейчас позвонить, наверное, это очень сильно сказывается на звоне. Звонари сменяли друг друга. Звучали праздничные, воскресные, пасхальные звоны, звоны ростовской, псково-печерской, московской, ярославской традиции, а также знаменитые петербуржские звоны. Звонари демонстрировали свое искусство и на колокольне Свято-Троицкого собора, и на малой звоннице рядом со сценой. У зрителей была возможность не только услышать лучших исполнителей, но и самим попробовать себя в роли звонарей. Для всех желающих был организован мастер-класс. Вся уникальность этого события в том, что звучит старинная колокольня Александра Невской лавры. Мы услышим звоны, которые, может быть, забыты и возрождены сейчас вот этой группой энтузиастов. Звоны, которые наши предки слушали. Вы понимаете, молились они в это время. И креплой укреплялась тогда наша Россия, которая, я надеюсь, к этому уже опять придет, созрождением и звонов, и нашей веры, и нашей вот замечательной земли. Играет музыка Работа над возрождением колокольня Невской лавры шла несколько лет. Очень был кропотливый труд, очень ответственная задача, ведь одна из главных колокольня не только в Петербурге, но и во всем мире, можно сказать. Поэтому голос лавры, а именно так колокольный звон раньше на Руси величали голосом церкви, объединив усилия всех мастеров, удалось воссоздать в полной мере исторический голос лавры. Очень красивый звукоряд, очень гармоничное сочетание колоколов между собой. Поэтому возрождение этого голоса, это была очень ответственная задача для нас, звонарей. Первый международный фестиваль колокольного искусства «Невские звоны» торжественно завершился. И мы можем с уверенностью сказать, что традиция проведения такого фестиваля заложена. И через год вновь приедут звонарисы всего мира в Невскую лавру, чтобы радовать людей своим мастерством, чтобы весь день разливался над Петербургом «Малиновый колокольный звон». Редактор субтитров А.Семкин